сезона, оставаясь во втором дивизионе. Меня зовут Лекс, и мы следим дальше за этой игрой. Первая карта получилась, по моему мнению, немножко скучновато. Надеюсь, что вторая будет повелее. Что она будет чуть-чуть поактивнее. У ребят уже такие достаточно агрессивные драфты. Сенкинг-Мирана это уже классная пара. Сенкинг-Мирана-Бэйн это вообще шикарно. Это уже игра через стрелу. Я не вижу никакого решения проблемы. То, что тут появилось. Мирана-Бэйн-Сенкинг. То есть, как-то ребята просто проигнорили того же Абадона. Да, то есть, три дра... Они увидели Бэйна, Мирану и Сенкинга, и решили вообще никак не контрить, не взять Абадона и забыть про проблему с стрелами, с подкопами, с финт-грипом, в конце концов. То есть, дизрапторы будут пытаться... Ну ладно, дизрапторы могут бить финт-грип, но стрелы будут лететь стабильно. Не знаю, не знаю. Вот в плане контроля у горелоспраек все круто. Им теперь нужен какой-то хардкерри, прям такой жесткий. Террор-блейд. Может быть... Ну, ладно, давайте. И вот мне прям террор-блейд нравится, я бы на нем остановился. Хороший здесь герой. ЦК нет. Луны не будет. Блаттикер вообще от Омега Гейминг. О, как казалось бы. А в Рейс Кинг тоже, мне кажется, очень неплохо выглядит. Вот как раз против полян. Ну ладно, против дизраптора это может сыграть и злую шутку с тобой, потому что после рекорнации тебя могут сразу же закрыть в поляну. Но против Блаттикера нормально. Против остальных героев нормально. То есть, с рекорнацией ты там половину ультимейтов переживаешь и дальше кайфуешь. Мне кажется, нормально был бы ответ. О, тут другой. Другой ответ. Это не менее жесткий. Такой прямо хардкерри. Фейслес Войт. Фейслес Войт. Но против дизраптора спорно. Против дизраптора, который тебя, получается, может просто глимсануть, закрыть поляны. И вот как раз герои по типу Сларка. Вивера. Ой, да. Ну, наверное, кого-то еще можно вспомнить. Они ведь против дизраптора. Я просто игрок на дизрапторе. Я вижу вот таких вот пирожочков. Я понимаю, на дизрапторе я буду божить. Я буду центральным героем в любом файте. Потому что именно я буду стартовать с глимса Войта. Спаком нет. С инкингом тоже дизраптор, кстати говоря, плох. Потому что с инкинг от глимса может укупаться. И там не нужно быть супер-киберспортсменом. А типа, теоретически, Бэйн тоже может спасать от глимса. Если прям идеально по таймингам попасть. Но Войт. Ну, это риск. Тебе нужно играть от БКБ вторым-третьим слотом. Иначе драка может начинаться реально с того, что тебя будут закрывать в поляну. Я про статик шторм. Что там, пауза опять вы пишете? Да ё-моё. Да, за что? Да, у нас, ребят, небольшая задержка. Поэтому, ну, справляемся с условиями, какие есть. Поэтому приходится смотреть игру так. Но зато со мной, да. Не знаю. Может быть, это преимущество. Может быть. Может быть и нет. Да, да. Привет, привет. Вот он я. Вот он я. Так, коэффициенты, да, от венлайна стоит, наверное, посмотреть. Давайте на вторую карту. 1,65 омега. И 2, 2 на горилла спрайт. Омега остаются фаворитами. Казалось бы. Казалось бы. Омега фаворит. Но пауза это не пушнилого какое-то. С паузами нужно что-то делать. Это уже просто невозможно. Почему? В серии на каждую карту просто игроки могут ставить паузу на миллиард минут. То есть, все, хватит это терпеть. Нужно 10 минут на всю серию. Все, 10 минут закончилось, у тебя на первой карте. На вторую ты уже ставить не можешь. Какие вопросы? Поле пауза какая-то, просто пауза. Ну, очевидно, пауза пока, ну, просто без причин. Никто не дисконнектится. Ну, и можно даже посмотреть глазами игроков, кто, скорее всего, там, пошел за пиццей. Никто? Мирана закупилась. Пейн рисует на карте. Да, то есть, скорее всего, войд. Просто чел пошел. Ну, я не уверен. Ну, просто есть вероятность, что, не знаю, там, сварились макароши. Типа, можно пойти поесть пока. И 10 минут есть. 10 минут это достаточно, чтобы поужинать, в принципе, в быстром темпе. Ну, окей. Пока ужинают, я это... Пойду за водичкой схожу. Быстренько. Раз все... Раз все ушли, то я тоже пойду. Типа. 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 Так, окей. Готово. О, 100% войтап был. А, ну и шторм тоже решила покажить, как и на прошлой. А, стоп, а на прошлой шторм был? Нет, на прошлой был не шторм. На прошлой дисконектился пак, по-моему. Помню. Или шторм. Впрочем, не суть. Не суть паузы, это фу. Впрочем, не суть паузы. Почему Энигму так? Потому что, мне кажется, просто есть герои лучше в этом патче сейчас на третью позицию. Дэгит их много. Я всегда в такие моменты захожу. Понимаешь, что есть очень много героев, которые просто лучше. А, пост 3. Там, 5 героев. Ну, 5 героев ты в легкую наберешь. Хотя, тот же пик Блотикера мне тоже не до конца понятия. На Блотикера, ну, то есть, в принципе, вместо Блотикера мы могли и в какой-то момент увидеть спокойно их Энигму. Да? Почему нет? В чем сила тут Блотикера? Они взяли его Дувойда? То есть, это напоминает прошлую карту с пиком Вену. То есть, берется тройка, которая очень часто берется как такая потенци... А, ну, хотя стоп. Господи, это же Блотикер Кэрри тут вообще. Это же даже не тройка. Че, Кэрри Блотикер. Еще больше вызывает вопросов. О, он вернулся. Не, ну, просто получается у нас две карты подряд. Челос с нулевой ставит паузу. Ну, матчмейкинги вроде вопрос решили, а тут еще... Нет. Ну, я буду ныть. Я буду ныть, потому что это... Если мы все будем резко ныть по поводу паузы, я думаю, что-то изменится. Хотя бы регламент. Что игроки могут просто после ядра в тысяч 10 минут пойти и по... Покакать, извините. Покурить, поесть и так далее. Мы вроде это... Мы тут все пришли за ДОП и смотреть, а игроки этим должны заниматься профессионально. Они вроде как за это получают деньги от... Играя в этой лиге. Ну, ладно. А к админам. Надо что-то с регламентами делать. Не знаю, виноваты ли админы напрямую. Но надо с регламентом что-то делать, пиксить. Ты не можешь играть в ДОТУ? ГГ, пиши, играй на экст-карту. Тогда... А будет время еще. Так, Сентек ставится. И Омега будут видеть ОПС у Джипрайт. И это не поняли, Джипрайт. Соответственно, сейчас еще и Штормецкий сможет убрать Вижн. Убрать Вижн. Да, ребята его только что заметили. 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 А вот Шторма вроде как нет. То есть Шторм поставил в Орд, его не заметили. По линиям здесь ничего до необычного. Ну, я честно скажу, к Войду отношу здесь скорее негативно. Скорее, мне кажется, это пик не идеально. Не идеально. Потому что ты зависишь от своего блэкинг-бара. Без блэкинг-бара тебе накрывают поляной дезраптора. Блэдрай там и как играть. То есть в идеале здесь и Линка, и БКБ. Там каким-то четвертым, пятым слотом, чтобы и то, и то у тебя было. И проще ли было взять героя, который не так боится? Тебя глимсанут. Ну, это мы не узнаем. Давайте мы включим красивую графику. Белла в рейнджа. В чем плюс Войда? Это гарантированный шанс попасть в хроносферу. Попасть стрелой в хроносферу. Это реально может работать. То есть тут уже только если как-то прикрыть собой, других вариантов спасти от стана не будет. И, как я уже заметил ранее, никак к Миране и Сен Кингу. Ребята не подготовились. То есть станы будут лететь. Единственный вариант это будет покупка блэкинг-баров. Но в случае с хроносферой тебе нужно нажимать БКБ в момент установки хроносфера. Иначе после хрона в тебя летит стан. И снова никакого спасения. Там глиммеры и форстафы это все не поможет. Все конечное. Очень, очень, очень жестко стартует шторм. Посмотрите. Еще умудряется прямо под тавором Дэна и 4 крипа против 8 крипов за первые 2 пачки. Шторм половину всех крипов уже потерял, которые к нему пришли. Жестко. Жестко. Ну, в общем-то, на прошлом мы помним, что у шторма тоже была небольшая доминация. Только он был со стороны Джип Райт. Ой, а что-то у Блатикерта хп заканчивается. А хп-то закончилось. Еще и стрела в дизраптора. Там не так много урона от первой стрелы, но этого хватило. Минус 2 героя на линии. По крипстату, правда, ситуация не такая позитивная. Мы видим прям 3 игрока Дайер в топах пока находятся. Но мотивация на плюсе. А мораль у Омеги явно на минусе сейчас после такого. Ты вроде крипстат видишь классно, но потерять сразу 2 героев, не разменяться никак, это неприятно. И дальше проще не будет. Буроу Страйк стрела будут летать постоянно. Если там с Блатикера как-то еще можно избежать смерти, там дизраптор будут прикрывать, то дизраптором Блатикер не прикроет. Танаткин Тавра. Мирана. Липый сейчас появится. Ну, пока не нажать. Больновато на развороте. Все, еще Сайланс работает, забирает Мирана с собой огромную пачку. Не хочется ее увезти по Тавр. По-хорошему бы как-то нет. Сенкинг решил ввести. Ну, мне кажется, не было в этом смысла. Можно было подержать где-то здесь. Блин, не могу. Вот здесь вот. И спокойно попаркнуть. Зачем сейчас? Ну, вы поняли. Сейчас бы линия одержалась, бы еще одна пачка пришла. Вин. Вин. Кондишн. Прайд. На центре без изменений. Легкая доминация от шторма. Ну, а что на легкой линии? Войд один скрипов у Марса 11 также. Вейн не особо может гонять как-то здесь. Ни Марса, ни Эрспирит. Да, учитывая двух силовиков, оказалось бы здесь Undying было бы круто. Но ничего, Бейн себя раскроет попозже. Это герой про контроль на шторма. Это герой про Найтмор стрелу. И попозже мы это увидим. Все в действии. Арпа, кстати говоря, есть у Пака. Что, шторму нужно быть аккуратнее. Руна через 20 секунд только появится. Минус дистратор. Да, продолжается. Душилова. Душилова на топе. И Сен Кингой покреплен. Ну, короче, на Сен Кинге снова большая ответственность. На прошлой карте, мне кажется, на Das Profit этот игрок не отыграл ту роль, которую от него ждала команда. И все, в какой-то момент было на волоске поражение. Здесь билд снова быстро. Блинк и дальше БКБ. БКБ здесь нужно быстро покупать. Слишком много с новой кисти контроля магического. БАК. Фресенькуем. Жестко, но больше кнопок нет. Орехи летят. Бальновато. И там еще и стики были в запасе. Их было немного, но этого бы хватило, если там ребята пошли давить. Не хватило бы ресурсов. Не хватило. Так, Сын Кинга на топе пинают. Тандерстрайк срабатывает еще раз и Блатсикер все же дорезал. Дорезал Сын Кинга. Первый фраг для Омега. Рыв на центре. Арпа мимо. Стрела осталась еще. Я думал, через стрелу разыграли. Нет, даже стрелы не было до этого. Маловато хп остается. То есть сейчас вот идти Сын Кингу на линию назад не кайфово, когда Бэйн и пак почти без хп и Блаттикер на пафе. Нужно ребятам восстанавливаться. Да, Сын Кинг. Блаттикер МС 450+. Мне очень-то и комфортно. Уайт, уровень 4. Марс также 4,5 уровень. Обидно, что у тебя саппорт. Ну да, ведь я фанат Бэйна и Дезрапта, что самое смешное, но я здесь Бэйна... Бэйн мне здесь вот именно на линии выглядят таким бесполезным. Интересно, МОМ будут игнорить вот прям сразу молнии. Ну, спорно. Спорно. Молнии... Нет, такой дорогой. МОМчик можно купить и в лесочек пойти кайфовать, фармить. А МОМ плюс Джавелин даже обычно это уже возможность убивать там Дезраптер в трансфере. Так вот, под уровень 6 Войта, получается, Бэйн здесь тоже не поможет. Это не какая-то бабка. Наверное, какой-то Вич Доктор, понятно, очевидно. Но это вообще герой, которого урон не способен нести. У него кроме бронесаппетов, в общем, и нет. Идеальный расчет от Нао. Забирают на телегу. Я не жду от него игру активную, вспоминая прошлую карту. А в лейте, наверное, он на Войте 6 слотов, он тут разберется со всеми. Наверное, вот здесь, несомненно, наверное, несомненно. Скорее, несомненно. Лекс, да? Несомненно, это самый сильный герой на карте. Без слотов будет. Блотики руку. Я думаю, головато. И центр. Просто напугать. Лилы нет. Рапчер еще длится долго. Старшторм и все же фраг. Да, что-то вот как-то я перехайпил эту линию. Сынки начинают уступать. Блотикер делает уже второй фраг своим союзникам на линии. Маловато гангов от Мирана, мне кажется. Как-то она зацепилась за топ. Почему Бэйн не пытается помочь? Почему через Бэйна не разыграть? Там мид выйти. Вы же убиваете. Гарантировано шторма. Там даже сейв телепорта и боюсь, что не помогут. Пока будут сейв телепорт, стрела уже дойдет по получателю. Почему этого нет? Почему саппорта играет настолько пассивно? Я хочу увидеть от саппорта по игру в доту 2. Бэйн только сейчас впервые идет на восьмую минуту. Найтмар дасет куда-то надо, дружище. Ну, в итоге тут нет. Найтмар на себя нет. Найтмар на шторма. Стрела. Стрела сразу же разыгрывает. Найтмар распирит. Стрела мимо. Цингинг умирает на топе снова. То есть Мирана получается на топе ее нет. Ее как бы и на миде нет. И саппорта нигде. Войд уже справляется один на один. То есть распирит вообще на линии не живет. Где же саппорты? Саппорты команды Джипрайт пока проигрывают доту. Потому что их просто нет. Очень очевидный ганг на Марса. Марс здесь. Ну вот я о чем и говорю. Можно стану держать просто бесконечный. Ароносфера. Стрела. Подкоп. То есть это то, что гарантированно. То, что не здесь нет. Физгрипп все же можно отменить там как-то. Ну вот эти три клопки это может происходить и с платикером. Со штормом. Ну что ж. Сначала основа равная. Я напомню, что на прошлой карте Омега даже имела доминацию там до минуты 20. Две вели тысячи. Три тысячи болота. Правда потом все это отдали. снова на руне саппорт где же вы где же вы как же так как же так получается что за 10 минут увидели только единственную попытку реализовать на эту стрелу и удачную больше ничего я не вижу dream кайлов в отличие от прошлой карты который просто спамились постоянно мидером команды омега здесь этого просто нет у омега используя свой шанс платить и работаем элстром койтов bt и дживили разница очевидно атакует марса снова снова получается что супер комбо поляна пока рапчер есть да пока наверное убьют и даже rapture похоже не потребуется нет потребуется онлайн даст и будет пытается пак еще немного времени выиграть не получается но зато время выигрывается для война не хватает в игре санкинга а почему его не хватает ну потому что он решил блин дайер не покупать прям супер быстро пила рейндроп купил брейсер купил solar ring купил стики бла-бла-бла и блин он уже мог был мог быть готов но у соларинка он поддерживает что пытается выйти наконец-то бэйн и мирана вместе могут найти снова марса пока они его нереально захотели посмотрите на этого беднягу жаль этого добряка но зачем без гриб и нужно абсолютно можно было его оставить на будущее атаку например сейчас меди даже если закрыть если прям хочется прикол чего не поставить рим койл то кик в ежели пак не убивал третий риф 4 раба саппорт час подойдет рим калады все сломает им стрела может под этим лететь ну я недоволен пока игрой джи прайд я недоволен прайд да то я доволен играем не они помню все идеально пока делают и противник столько шансов дает позволяет шторму играть с одной смертью платить герус одной смертью осталось бы когда еще блокинг баров нет это делать вообще тяжело они при этом сами не пытаются давить омега они не пытаются навязывать драки хотя могли бы наверно дезераптором пытаться это делать так ну что санкингс блин дайгером парни ну пора наверное смог нажать а ладно опять марс то блин оставьте его в покое то есть боже вы видели да то есть был найтмор просто возьмите стрелу пак кидают арбуз бывает найтмор ты кидается 3 полка это был совершенно не нужно будет прыгать в поляну white прыгает поляну ставит трансферу закрывает всех своих тиммейтов и пока избивают он получает сайлент боже как все криво мой мой прыгает на горочку но да и минус 3 все равно это было прям центр меняет меняется таким понимая что вот тут два прыгать на это принципе глупость еще болтикеры ты тут два и не убьешь он очень жирный по факту момент для омеги когда-нибудь чувствую себя комфортно это покупка вовремя активировать его то даже до хрена сферы все в этом случае очень тяжело будка пику джиптайк очень тяжело берст урона сквозь бкб нет ойт пока это чисто маг таймлок магический дополнительный урон больше 30 урона таймлоку ки молнии это магический урон если нажимается пока бы это оказывается что урон там не будет вообще никакого поэтому мы ждем blacking bar от шторма даже после сен-женка я бы ожидал именно бкб они какого-то такую еще предметы по типу орки до окна жале омега на тройке пусто они об этом хотя бы вижу сейчас можете а ведь нету дидериками им койл марса ой забайтились парни на иллюзию пока поляна в пустоту сенкинг прыгает все криво как все криво вторую драку подряд прям да пинг рип на шторма сбить его получается сайланс от пока хорошие кстати горят тайминге получились но поиск свой да нет и не будет в этой драке и не будет поиск лос воида но а как-то как-то нужно прокомментировать этот финал драки но кратция омега начали очень плохо но джи прайд сказали подержите мое пиво и все сделали намного хуже подков брила и все это без бой да получилось даже эпицентры не было а пока день не вывозит пока бкб не от парни как только то появится пока п как играть то тогда если так продолжится если продолжит ребята так много ошибок допускать надо собраться джи прайд трансфера есть можно закрывать двух вот пока один вот один прыгать не хочет ждет подмоги цинкинг с эпицентры прям может в центр хран сфера прыгать так можно сделать при наконец-то сынки попадает под копом стрела бьеса два героя по факту под контролем сын кинга потеряли паку больно где же карна сфера трансферу может быть ну я вот не знаю ставите это уже можно уже наверно можно подумать потому что герои остается почти без кп blacking bar 1 его втрою без урона пробивают минус плате кир и минус марс вот как можно играть насколько легко оси ты просто плюс-минус хорошо нажимаешь свои способности насколько легко пока там нет иммунитета к магии ну или он появляется только одного героя и ты тоже его пробиваешь когда там ну понятно просто ручками втроем бьете то было тикер тоже с трудом это переживает казалось вот так нужно играть вот так можно играть же прайд они получили супер шанс потому что тот же марс был загноблен был уничтожен это получилось случайно каждый ганг заканчивалась убийством марса и получается еще не тройки которая могла бы вас потенциально давить с раптор петель герс перед беден мирана на удивление ну как на диване раны и 28 счет поэтому так все круто бэйна кстати говоря хороший крипстат для бэйна 23 крипа это многое вам скажу как бэйн понимает что стрела полетела ребят очень классно используют на это перри агрейцын кекс эпицентром соло убивает дизраптор поляны не будет номера на похоже все равно умрет липы закончились деваться некогда умирает мирана умирает бэйн то есть финальная и размин невыгодный учусь и king был то есть прям совсем плохо получилось очень нагло вот так вот заходить в соло а бэйн рискнул бэйн рискнул пойти на тройку в надежде что она может быть прокнет может быть чем поставлю вижу на и меня не спалят а я напомню вам друзья что ой кей попозже напомню пока не до этого пока не до напоминаний потому что платье кир убивает двух короб под поляну да это по поводу blacking bar of ситуация это зеркальная и сын кингу а он юл купил позже ну как вы же зачем этот юл для чего вообще нет смысла вообще нет вообще нет смысла здесь супер уже бкб сын кинг пока не купит вот это должен выкинуть кубая купить пока пока он не купит пока бы он будет видеть он будет умирать всегда будут умирать члене первым кинг это инициатору будут прыгать его будут светить дастами потому что там онлайты и всегда будут даст и будут центре тебя будут убивать а юл это слот который прям иногда оказывается нас реально особенно в ситуации когда он еще виндвейкером становится там вообще санкин прямо ты поляне может летать своей песочной поляны буро страйк blink у тебя супер миллиардов эскейпов тяжело поймать но сейчас когда нужен герой стойкий что пак будет танковать или будет я не думаю эти горя войду тут пытались атаковать успевает на таймолке уйти атака правда продолжается 3 пол ставится на шторма очень быстро пытается убить мира ну где живой то может поставить супер хрону есть хроносфера но не супер и супер хроносфера получилось урона кривовато убивает если он тут же выкупается бойц манта еще он успеет ее нажать финс грипп на вла тигера ох как неприятно получилось вроде как бейн был и подастами но сбить уже финс грипп было просто некому ес выкупился но не успел ворваться и все же драка заканчивается успехом для джип прайд трансфера была хороша но в какой степени хороша он закрыл трех героев но бить никого не получалось он убил 1 ес арена закрыла двух оставшихся героев но все закончилось в итоге удачно в итоге закончилось все удачно шторм пока он шторм вообще решил пока бы проигнорить но я считаю что это очень очень опасное решение очень опасное решение когда там есть стрела есть подкоп и это тебя смерть это сэнджем не закон лишь дезераптор что думали все тут пошел быстро вижу ставить но он вроде как рядом с друзьями прилетает шторм и убивают ребята бэйна да да вот так вот снова бэйна ловит в этот раз правда претензий к нему читай-то и нет сыграл он крайне аккуратно играл на своей тройке с энкинга ловят есть ну вот что делать и улит может подкоп еще даст до копает напоследок у есть дремкойл но платить из боковой развести на пока вы может быть дремкойл ставит вообще наезд и понимаешь по плате пера не убить в любом случае по итогу три героя умирают герой там ирана еще умерла 3 в 1 трансфер и не было это важный момент так вот я хотел напомнить про компанию виллайн который предлагает бонус на 2000 рублей на ставки на dota 2 и вы можете найти всю эту информацию подробно под трансляцией на баннере пинлайна изучайте смотрите коэффициенты до начала игра напомню были таковы что омега являлись небольшим фаворитом по первой карте да и по 2 стало понятно что заслуженно у команд одинаковая статистика в лиге уже по завершению практически этой лиги 3-3 это последний матч речков на втором дивизионе много получил они одна команда на там одна команда уже добро пожаловать на вылет а все остальные продолжают борьбу борьбу за то чтобы сохранить слот это я думаю очень важно для команд 2 дивизиона южной америки это реальная возможность играть в доту и получается за это деньги 17 18 тысяч долларов на команду за 8 матчей ну и конечно шанс разбиваться завтра нашли стрела быстро убийство уже возле рошана происходит эти убийства мужа понимаем что 24 минуты игры наверное уже есть понимание что ну рошанчик у рошанчик у стоит готовиться ну что платить р потихонечку начинает теряться не пугает вас это платить р позиция кэри но наверное с ним не все так плохо как с марсом позиции 3 вот уж кого так загнобили что он даже камбэк но до сих пор не может 116 400 то санкинг полностью игнорит вообще бкб ну смельчак конечно линка классный слот споров нет вообще не боится копий static штормов распирита там у него пул способности забирай любую это все неприятно то даже плодрайт даже плодрайт и в поляне не можешь в песочке играть в своей поляне уже песочный защитный статик шторма дезераптора по всей видимости лембака пытался подловить но в итоге все заканчиваются неудачи статик шторма нет завтра тоже умрет и 2 придется отдать и похоже и т3 могут горилла спрайт забрать плодрайт чистый урон да да слушай я забыл да ты прав плодрайт про контроль про контроль бкб нельзя извините вечно забываем по моему хотя это уже достаточно давно это уже год или два как будто года четыре назад это был магический урон там извините плодрайт рапшир это действительно чистый урон проконтрить его нельзя стрела в шторма шторм умирает так классно когда не дала я быстро могу в чат зайти хоть это исправить себе мгновенно они через спустя миллиард лет кингу убивают в ответ но все же на шторме висел стрик и его и заработал золотишко враг для джи прайд так или иначе выгоднее вот видите шторм играет шива сажен яша дальше аганим то есть полный игнор но я ведь я какой-то видимо фанат блэкинг бара что со стороны команды джи прайд стороны команды омега я недопонимание почему раз перед покупает бкб шторм этого не делает то есть у шторма по-хорошему окей шива дальше бкб и дальше еще линька вот так вот нужно играть в доту только так чтобы те не могли там быть и бэйн найтмар нажал там с километра или финскрип сработала линька и потом ты улетел можно же линька в приоритете можно даже так сказать про страйк найтмар грипп ну да то линька это может даже лучше было бы для начала потом уже окей бкб тоже может но тут прям совсем альтернативный выбор по троить не работа сквозь бот кожи действительно действительно вот райджи как и лазер не может работать по кб сквозь не воспринимает же написано давайте почитаем да 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 рабча работы сквозь бкб написано сквозь невосприимчивость магии тайны все да 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 ну и в общем в общем я я все плюс минус правильно имел ввиду ну конечно 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 есть исключение типа лагуна просто ксапала что лагуна blade становится чистым уроном работать сквозь бкб все разобрались это уже какая-то такая легкая поплава вроде все всю инфу эту знаешь кто-то играем мы с вами уже миллиард лет а кто-то не играет но смотрит ее постоянно и помнит я думаю тоже таких достаточно это такая поплава ну пока поплава а на карте мало чего происходит скажем так джип прайд контролит львиную часть карты омега пока ждут пока тропница или санавры на война вас нажимать бкб кто туда испугался что его видимо снова могут убить а я я реально заметил что очень много людей кто-то не играет но очень много просто посматривают или зайти там коэффициентами поиграть просто посмотреть на почек посидеть игры правда бывают разные у вас есть возможность выбрать бывает бывает игры не особо интересные бывают тегнеймы интересные карты не интересно бывает наоборот вот здесь ну вторая карта явно поинтереснее 1 получается что первая прям совсем сухая была здесь вроде как 45 фрагов за 29 минут в целом многовато ошибок от команду с другой стороны что что мы должны требовать от 2 дивизиона южной америке у нас я напомню лучшие команды южной америке на интернешнл или заняли 17 18 место одна команда не выиграла ни одной карты поэтому а чего чего мы должны ожидать но южная американская так стреляет она стреляет раз три года то от нее ничего не ждут а там прижать без косты и занимают условно топ-8 а то от нее что-то ожидают и в итоге проваливаются эти команды всегда такая загадка небольшая но учитывая что было пять лет назад южная америка конечно продвинулась нереально но знает может быть когда-нибудь южная америка дойдет региона восточной европы смогут выходить уже в топ-6 а потом гадиши и выигрывать им ты это ладно с восточной европы сравнивать не очень правильно потому что в конце концов восточной европы доминировала с 1 доты показывала силу все первых энтов шторма дизраптера убивает за хроносферу будет уже супер опасен о чем и я и говорил а вот самый сильный герой на этой карте лейт герой никто его не перебьет никто его не закон здесь нет ни одной контры то есть какие-то диски покупает но я думаю для войта купить нули фаер будет проблема и одного стрела платить кера тоже о чем он говорилось подкопа двоим и стрела непичная сэнжин яша работает войт очень больно таймволк телепорта нет вынужден драться и войду могут убить вот это руина вот это дизраптер взял просто сейчас война спас но такое бывает такое конечно происходит время от времени врывается pack dream coil плюс арба плюс рифт и да конечно можно чуть-чуть и паров лить я думаю сейчас там да ребята сами в шоке что их же союзник чуть под руине но блин уже своего штурм типа и таска твоих типы неправильно на на типы только врага 29 22 32 минуты игры полный контроль за джип прайд хотя прошлая драка показалось что может быть сатаника не хватает еще войду или может быть линку купить снова и не бояться этих рапчеров но мне кажется то не хватит ты если что стоишь на месте станет нажимаешь и идешь драться сбрасываешь себя негативные эффекты которые на тебя там накинут момент рапчера и когда ты стоишь на месте афк актарин от бака давайте посмотрим блэкинг бар там кто-нибудь вообще задумал покупать вот раз перед купил форм при саганимом ну что к боленька и даже это уже не дает надежду то есть уже пока боленька диск если нет диска ты за стану не выходишь получается кстати вместо линьки купил лотус 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 против против рапчера но ответ на рапчера понятно против вортекса уже это не работает но кстати а против против чего лотку пойти поможем лексу найти против капуст план купил себе лотус рапчер климс андер страйк типа против дастов мэйпин не знаю как туда опять же мы возвращаемся к пыльчику а б нажимает с но оказывается что бэйн и финс гриб не жалеет телепорт от марса марс бкб да не пошла игра игра у тройки команда омега не может камбэкнуть и не может стать полезным на этом марсе им койл 25 уровень и сквозь блэкинг бар да напомню пока поменяли таланты аганим теперь 25 уровень дает себе дремку ил сквозь не восприимчивость к магии но при этом раньше и длительный стан увеличивалась даже этого нет правильно а ну окей есть молве от рима койл оглушение на двадцатом есть но ты можешь взять ну то есть раньше ты аганим покупала теперь тебе нужно на двадцатом двадцать пятом аланты 5 а соответственно талант 25 перекатился шарт талант на рик да 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 это было гоним шарту перекатился на гоним а талант 25 перекатился на гоним шарту я так всех запутал давайте просто оставим эту тему вы поняли главное что теперь бкб против пока не спасает вот вот чё важно и вот рим койл теперь стало опаснее на сфера трансфера по платти керу и power spirit у платить кирпиз боя шторм если они уходят и контроль никакого нет да и он вроде как оказывается не особо нужен этот контроль ваш марс бкб нажимает pain может через просто найт продать дотянется не дотянулся вот это раньше а жесть то что честно говоря должны были вал пофиксить патчем последним братья тут раньше до night war неадекватный это единственное что по факту и круг на б не понимал что но справедливо будут убрать это незаконно чуть за раньше жесть какая-то поэтому это игры поэтому линка хороша что тебя на том что армии могут ловить найтмаром обычно вот бэйн играет это вот здесь вот стоит что думаете вот тут и ждет пока шторм она появится 3 секунды а шторм а ты чё дядя ты даже не попытался вот это ну все там уже омега тильд уже негатив он реально мог улететь но ему было просто лень подкоп дезраптора соло идет сбивать это вы и динозаврика а парни ломают первую линию ару линию конечно пушить плату от братья к тому я сказал хотел сказать что не самый лучший герой для пуша ну сойдет как-то про пуш спасибо руха просто спамят бесконечно спасибо и тебе а в деле заряд очки так тратишь мне кажется рано или поздно рухов добавит добавит какой-нибудь приз а чё это за пауза это против точно и для омеги пауза а и похоже все это тому что команда омега отправиться на переигровки за 5 6 и и местам из приза получается да но видишь я это хотя бы обратил внимание что ты это спами спасибо хотя мне это ничего не дает зарплата прибавлялась было бы это интереснее надо посоветовать оу ногу а и и и и и и и и еще и и и и и на горе я зацепляю эту парню выпиш тарма идете ну шо ж вы делаете то я с тормой это все без перспективняк полнейший стрела в марса марс даже не нажимает бкб и dream coil по троим если успеть сюда подойти бой то успеет подойти массовые байбеки трансферов плате кера размером шторма он прям в нее влетел ох ты даешь да это в лед по одну сторону байбеков нет все кто мог выкупились марс после байбека ворвался поставил арену за ним погоня продолжится ну и наверно на этом пора закругляться г.г. ну что поздравляем команду горел спрайт они сохраняют свои позиции в летнем этапе tpc лиги и будут играть во втором дивизионе а команду омега гейминг мы ждем уже на переигровках которые будут проходить завтра это одна из команд который точно там будет но это еще не конец на сегодня еще одна игра во втором дивизионе команда рэйвенс против dream формате бутри начала через час к сожалению придется ждать час пока это пауза вы можете так уж и быть посмотреть игру виртуз про и гамбит канале бинлайн d2 цел но потом обязательно на этот канал потому что южная америка сама себя не посмотрим меня зовут лекс увидимся через час приходите оставайтесь на этом канале можете выключить звук а может быть это стрим дроп ну и просто рублю через час и видимся на этом канале будем дальше с вами общаться в чате и смотреть за южноамериканская доты давайте не скучайте